Делегаты из 63 стран приедут в Ханты-Мансийск на международный IT-форум. В этом году он пройдет сразу в двух форматах, онлайн и офлайн, с 15 по 18 июня. На дискуссионных площадках обсудят использование искусственного интеллекта, вопросы цифровой трансформации и информационную безопасность. Проведут конференции на важнейшие темы. Кроме того, на площадке форума пройдет заседание клуба Евразийского объединения женщин-региональных лидеров. Обсудят занятость во время пандемии и постковидный период. На цифровом форуме «Россия-Китай» рассмотрят новые технологии. Традиционно в мероприятиях международного IT-форума примет участие губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона в том числе проведет рабочие встречи с представителями дипломатического корпуса зарубежных стран. Максимальная концентрация и математический расчет у пилотов-дронов нет права на ошибку. 16-летний Ренат Максудов обучается по направлению «Аэроквантум» уже 4 года. За это время он научился не только мастерски управлять коптером, но и самостоятельно создавать беспилотники. Этот квадрокоптер я собрал сам полностью, с нуля полностью его спаивал и собирал. Чтобы собрать квадрокоптер, нужно, во-первых, уметь паять. Ну и из комплектующих это рама, моторы, полетный контроллер, регулятор оборотов и приемник с видеокамерой. Гонки на квадрокоптерах или дрон рейсинг пройдут 24 и 25 июня на базе технопарка «Кванториум» в набережных Челнах. Участникам предстоит справиться со скоростным прохождением трассы, которая, в свою очередь, насыщена различными препятствиями – воротами, флагами и тумбами. Трассу подготовили, небольшую конфигурацию, маленькую поставили, по которой он проходит, привыкает к своему дрону, привыкает проходить через препятствия, через ворота, через флаги и так далее. Это наше первое соревнование, мы едем пробоваться, но настрой победный и думаем, что что-то постараемся занять. На соревнованиях Ренат Максудов выступит в паре с кванторианцем Кириллом Тимофеевым. Вместе нефтеюганцы представят Ханты-Мансийский автономный округ. За плечами школьников уже немало побед. Оба признавались лучшими молодыми изобретателями Югры. Кирилл занимал первые места в научно-технологическом конкурсе проектов «Большие вызовы» и на конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Ренат становился победителем российской интернет-олимпиады по математике и финалистом Олимпиады МАИ по технической математике. Сейчас им предстоит побороться за звание лучших в дронрейсинге. И мы верим, что у кванторианцев все получится. Мэрия Сургута выделяет дополнительные деньги на перевозку школьников. Сумма превышает 40 миллионов рублей. Это предложение местного департамента образования, которое поддержали депутаты городской думы. За счет такой прибавки финансирования в 2022 и 2023 годах организуют безопасные перевозки детей. Из микрорайонов западной части Сургута. Там новые школы еще не построены и все ребята сейчас закреплены за всего двумя образовательными учреждениями. Но эти организации переполнены, особенно много учеников начальных классов. Поэтому около 300 детей из западных микрорайонов будут возить в другие отдаленные школы, сообщают в администрации Сургута. 11-й дом 11-го В микрорайона встречал новоселов праздничной музыкой. Бывшие жители аварийных домов из 4-го, 5-го, 6-го микрорайонов ИСУ-905 подходили к новому жилью с особыми чувствами. У меня радости не было до этого дня. Вот сейчас подхожу, такая музыка классная, и у меня только вот радость какая-то появилась. Сейчас только что ли осознала. В 2010 году у нас произошла авария, наша крыша упала. И с этого момента, ну... Маневренное жилье. Да, маневренное жилье дали. Вот. Ну, обещали, каждый год собирали, каждый год нам обещали, обещали, строили, строили, наконец построили. И, наконец-то, радостное событие, мы получаем ключи. Новые квартиры нефтьюганцы получают по окружной адресной программе по расселению аварийного фонда. Сегодня еще 22 семьи станут новоселами. Я думаю, что вручая ключи, это ключи не только от новой квартиры, а, скорее всего, это некий символ. Новые планы, новые мечты. И я вам желаю, чтобы все ваши планы были реализованы, а мечты сбывались. С новосельем вас! Долгожданное вручение ключей Людмила Николаевна Фроловская пришла на новоселье с дочерью, внуками. И вот долгожданный момент. Ура! Новая однокомнатная, 47 квадратных метров. Вот кухня, по размерам, скорее, как столовая. Просторно. У нас там такая даже комната была меньше, чем вот эта кухня. Везде готовый ремонт, установлена сантехника. Людмила Николаевна из-за отсутствия воды в своем бывшем доме в Су-905 мылась в бане. У нас ванна, туалет, нормально все, для машинки есть место. Вот он, все. Пусть она небольшая ванна, но она своя. Не надо ходить в баню. Кафе не нужны, есть гардеробная. За просторной комнатой просторный балкон. А здесь у нас балкон. Смотрите, какой он у нас большой. А полный. Вот. Видите? Тут, как говорится, можно сделать комнату, диванчик, столик или там креселка вместо диванчика. И будем сидеть, отдыхать. Смотреть в окошко. У нас как раз вид хороший. Благодать такая. Как хорошо. За окном детская и спортивная площадка, продуктовые магазины, рядом автобусная остановка. На расселение аварийщиков муниципалитет закупил 346 квартир в 11, 12 и 13 доме 11-го ВМИК района. Новоселы получат ключи до конца этого года. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Жители Саранпауля, что в Березовском районе, получили возможность пройти медицинское обследование у узких специалистов. Поселок оказался первым в графике плавполиклиники Николая Пирогов в муниципалитете. В поселениях района сотрудники окружного центра профпатологии будут работать еще в течение двух недель. Затем отправятся в Ханты-Мансийский район. В навигацию медицинский теплоход в этом году вышел с обновленным оборудованием на борту. Например, вместо старого зубоврачебного рабочего места здесь смонтировали новейшую стоматологическую установку. Кроме того, в распоряжении врачей теперь есть автоматический иммуноферментный анализатор, который выдает результаты исследований прямо на месте. Во-первых, его уникальность в чем, что он завязан конкретно на одном пациенте, то есть конкретно идет, вот одному пациенту надо, и мы делаем именно для одного пациента, все это выполняется. Он выполняет у нас часть гормональной панели, делает онкомаркеры и еще дополнительно какие-то вспомогательные исследования типа ферритина. Ферритина. Это для подтверждения язвы за анализатором правилам. Я очень благодарна за возможность пройти медицинское обследование на новейшем оборудовании. Здесь есть такие узкие специалисты, такие как хирург, офтальмолог, невролог, а также здесь можно пройти по ГДС, маммографию. В Покачах открылись сезон субботников по очистке берегов водоемов. Ежегодно в самом маленьком городе Югры наводят порядок на территории вдоль рек и озер общей протяженностью 7 километров. Делают это в рамках национального проекта «Экология». Старт серии уборок в этот раз совпал с акциями «Спасти и сохранить» и «Чистый берег», что позволило привлечь к доброму делу больше участников. Не концерт на улице, а сбор на субботник. В Покачах экологические акции пользуются популярностью. В этот раз по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды выезжают на уборку берегов близлежащих водоемов. Самые смелые пробуют свои силы в так называемом «плогинге». Это бег, совмещенный со сбором мусора. Проводится при поддержке природнадзора Югры. Европа уже давно этим занимается. Россия начала этим заниматься с 2018 года. Но это те люди, которые хотят совместить экологию со спортом. То есть пробежка и во время пробежки собирать мусор. За участие в плогинге предусмотрены призы. Всем участникам субботника приготовили угощение. В этот раз открытие сезона уборок совпало с международной экологической акцией «Спасти и сохранить». И ее активно поддержали волонтеры города, депутаты и молодые специалисты-нефтяники. Многие эту традицию впитали еще со школьной скамьи. В школе постоянно у нас практиковался субботники. Мне кажется, каждый год. Каждый новый класс, каждый новый субботник. Также и в университете у нас проходили субботники. Ну и уже при трудоустройстве в ТПП «Покачев-нефтегаз» у нас каждый год происходит субботник. Как общегородской, так и сами проводим субботники. Молодой специалист Улубихи Дывов тоже ходил на субботники, когда учился в школе в Покачах. Участие в них, говорит, воспитывает ответственное отношение к окружающей среде. Парень не может просто так наблюдать, если кто-то на его глазах выбрасывает мусор в водоем или в лесу. Те же друзья, например. Вот мы едем по дороге, просто кто-то возьмет бутылку и выкинет. Я могу остановиться, сказать, что делать так нельзя. Мусор вблизи рек и озер опасен. Вредные вещества из-за отходов могут попасть в воду, а с ней везде. Поэтому такие субботники проводятся регулярно под эгидой национального проекта «Экология». В данный момент это проводится уборка озера Голубое, а также в данный момент проводится уборка озера Дачного. Это не первая, не последняя уборка береговых линий. Сезон, можно сказать, только открылся на территории города. В ближайших планах уборка еще двух берегов – реки Ватьоган и озера Окунево. Четыре покачевских двора украсили кусты сирени. Их подарили жителям в рамках международной акции «Сад памяти». Цель акции – посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Кустарники посадили во дворах домов, где живут ветераны. Специально для этого их привезли из Нижневартовского питомника. Когда они приживутся, сирени огородят и установят памятные таблички. Таким образом, покачевцы решили привнести в жизнь ветеранов немного красоты. Ведь их на долю выпало немало. Например, несовершеннолетний узник концлагеря Егор Жигалин после возвращения на родину застал одни только руины. Мы повернулись, когда разруха была полностью. Они же немцы все развалили, что-то сожгли. Кто-то умудрился, люди, когда выгоняли, закапывали в землю. Может, инструменты или что-то такое. Вот после войны вернулись, у них все готовое. Нашли, вернулись же обратно туда. В нашем городе она состоялась, началась уже неделю назад. Тогда, когда мы высадили кусты сиреней на площади возле Новой Стеллы. Там было высажено 20 деревьев. Теперь продолжается мероприятие. И уже непосредственно на местах проживания наших ветеранов, которых, к сожалению, все меньше и меньше у нас осталось в городе, на четырех объектах их проживания. Возле и под их окнами мы высадили четыре сирени. Уборка, разделение мусора по категориям, мастер-классы по вторичному использованию отходов. В Излучинске впервые прошел экологический семейный фестиваль «Река Вах» в рамках международной акции «Спасти и сохранить». Его приурочили ко Всемирному дню окружающей среды. Несмотря на непогоду, к фестивалю присоединились порядка 50 активных жителей поселка. Понравилось участвовать в мероприятиях, где мы сначала поиграли, сделали красивые баночки себе на память о данном мероприятии. Ну и, конечно, собирать мусор. Мы сегодня с утра уже этого ждали, когда мы оденем перчатки, возьмем мешки мусорные и пойдем собирать. По возможности насобирали полпакета. У меня два сына, которые мне помогали. Идея провести экологический семейный фестиваль принадлежит воспитаннице учреждения дополнительного образования «Спектр» Анастасии Николаевой. Ее проект «Река Вах» стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Югры для физических лиц. Мы хотим на нашем примере показать, как правильно и бережно относиться к природе. Поэтому проводим этот проект. Потолкнули, конечно, родители, помогли родители, педагоги. Прошло очень много времени с того, как мы отправили заявку на проект. Мы снимали видео, готовили проект, готовили мастер-классы. Очень долго все это подготавливали. Я была очень рада, потому что получу грант губернатора и смогу провести этот обширный проект, показать, как правильно и бережно относиться к природе. Во время фестиваля на берегу реки собрались около 30 семей. Активно вовлечены в процесс были и дети. Игровая форма особенно понравилась юным экологам. В проведении фестиваля помогали волонтеры поселка. Активность проявили и педагоги Центра дополнительного образования «Спектр», которые пришли вместе со своими детьми. Старший сын ходит у меня в кружок «Экология» к Зое Никифоровне. Мне очень нравится, я поддерживаю, потому что большое внимание уделяется экологии. Данный форум, я считаю, что очень скрепляет как и семейные ценности, так и вносим какой-то вклад не только в настоящее наше, но и в будущее для наших поколений. Акция вся прошла на одном дыхании. И конкурсные мероприятия, какие-то эстафетные и мастер-классы очень понравились. Дети все были вовлечены. Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам «Спектра». Как всегда, все на высшем уровне. Завершением программы экофестиваля стала традиционная для Нижневартовского района акция «Чистый берег» возле реки Вах. Как говорят организаторы мероприятия, главная задача проекта не просто привлечь внимание к проблемам экологии, но воспитать в юных жителях поселка бережное отношение к природе. Константин Щуров, Эдуард Шарапов, телевидение Нижневартовского района, Излучинск. Специально для телекомпании «Югра». Юные жители Сыранпауля получили возможность провести лето с пользой. В селе заработали сразу несколько детских оздоровительных лагерей. Один из них под патронажем российского движения «Школьников». Так, на смене в Кинзании занимаются личностным развитием воспитанников, их гражданской активностью, патриотическим воспитанием и так далее. Ребятам предлагаются квесты, интеллектуальные конкурсы, многочисленные экскурсии. Детская площадка с временным пребыванием «Этноград». Это место, где рассказывают об экологии. В оздоровительном лагере «Страна чемпионов» – спортивные соревнования. Каждый ребенок может выбрать площадку, которая ему по душе. Мне нравится ходить в школьный лагерь, потому что тут разные конкурсы, игры. Летом будет не скучно, мы делимся на отряды разные, и тут очень весело. В этом году направленность нашего лагеря физкультурно-создоровительная. Запланировано много различных мероприятий, конкурсов, игр и соревнований. Также в программе «Лагеря «Страна чемпионов»» предусмотрено социальное взаимодействие с Домом культуры, Крыльевическим музеем, библиотекой и лесничеством. Мы стараемся сделать отдых наших детей интересным, увлекательным и познавательным. Дело упор на главную цель укрепления физического здоровья детей. Чемпионом Европы в эгеревом спорту среди ветеранов упражнений «Толчок» по длинному циклу в возрастной категории 50-54 года, в весовой категории свыше 85 килограммов. Чемпионом Европы в этой возрастной группе стал «Тревогонь» Олег Россия. С 2011 года Олег Рябаконь работает в Покачах тренером по гиревым видам спорта. За это время он воспитал множество сильных духом и телом людей. Некоторые из них наставника порадовали особо. Можаева Наталья, которая заняла первое место среди юниоров и второе место была на чемпионате Европы по ревку. И Зиновья Ангелина, которая стала второй на чемпионате Европы по длинному циклу. Воспитанницы, в свою очередь, тоже гордятся тренером и не упустили возможности поздравить наставника с победой. Даже несмотря на то, что находятся за сотни километров, а точнее в другом городе. Олег Николаевич, поздравляем вас с победой на международных стартах. Желаем не останавливаться на достигнутом, а также желаем смело и гордо двигаться вперед. Преодолеваем все препятствия на пути к победе. Поздравляем. Сегодня Олег Рябаконь работает с самыми юными покачевцами, которые мечтают стать настоящими силачами. Некоторые, несмотря на то, что сами весят не тяжелее большой гири, уже делают успехи. Даже девчонки от мальчиков стараются не отставать. И у них это отлично получается. Оказывается, не только дурной, но и хороший пример может быть заразительным. Меня вообще привели на соревнования к брату. А потом мы с папой зимой ходили сюда. А потом я один раз пришла зимой одна. И мне понравилось просто. Ветераны не собираются идти на заслуженный отдых. Ведь для них спортивная жизнь пусть и не начинается, но продолжается уж точно. Впереди еще много состязаний и побед. По крайней мере, у тренера из покачей Олега Рябаконь самые серьезные спортивные намерения. Жить в спорте, я считаю, что нужно до конца, когда позволяет здоровье. Нужно до последнего. То есть возраст не помеха. Андрей Кулагин, Константин Цыганенко, Михаил Адвахов. Телекомпания «Ракурс. Город. Покачи». Специально для телеканала «Югра». Первый день обычно отцепной. Все отдыхают после дороги. Главная тусовка начинается утром. Субботу на Таежном озере развернули тематические площадки. Кухня, средневековый рыцарский турнир, стрельба из лука, разбор и сборка автомата на скорость. Все то, к чему тянутся мальчики любого возраста. Клубу сегодня, не сегодня, а в конце мая, то есть исполнилось 17 лет. То есть такие мероприятия проходят раз в год стабильно. Собираемся как бы летом часто. Потому что каждые две недели где-то происходит фестиваль. А сами собираем людей в принципе, то есть 2-3 раза в год. То есть это дни рождения клуба, это закрытие сезона, Новый год. Очень классно, красиво, все замечательно. Самое главное, что это первый фестиваль в этом округе после. Дальше будем видеть по обстоятельствам. Я думаю, еще лучше будет ближе к вечеру. Они не прекращаются впечатления. То есть впечатление, впечатление, впечатление. Мы радуемся, ликуем, лузкаем семочки, эти мутанты. И вообще все здорово и классно. Гвоздь программы – вечерний концерт. Байкеры, как известно, не только рев моторов любят. Выступить на фестивале приехали группы из соседних городов и регионов. Дольше всех ехали ребята из Кургана. Братья Люмьер вышли на сцену с нетленкой Цоя. После красно-желтых дней, Ночь-то все и кончится зима. Будет и мое твое, Не печаль все крыть и веселье. У нас два года не было этих мероприятий. И вот спустя 19-го года первое официальное мероприятие «Бахерское». Конечно, все в восторге. Соскучились по этим праздникам, скажем так, выходным. Поэтому в восторге. Какие еще могут быть эмоции? Это проходит, как правило, все на воздухе. А в связи с тем, что прошлый год был пандемийным, И никому ничего не разрешали. Приехало где-то человек 150, наверное, может быть, в этом духе. Как говорится, провести время друг с другом наедине. Так скажем. Тусовка удалась. Резюмировали участники. Попели, похвастались байками, Поиграли в мужские игры. Но главное – встретились. В первую очередь фестиваль – возможность увидеться и пообщаться. Михаил Беззубов, Анастасия Тимирьянова, Диана Ермальчук, Ильдар Ибрагимов, Александр Составов, телеканал Самотлор. Сохраним лес вместе. Именно с таким девизом Югорский фонд капремонта присоединился к акции «Зеленый марафон», проводимой Сбербанком. В этом году забег был посвящен сохранению окружающей среды. Представители фонда призывали жителей отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронные. Показываем сургутянам наш сервис, который уже работает достаточно давно. Это наш личный кабинет на сайте фонда. Там можно зарегистрироваться и в режиме онлайн, не выходя из дома, грубо говоря, что в наши пандемийные времена тоже достаточно актуально, и оплачивать, то есть не выходя из дома, квитанции. Для консультации населения представители Югорского фонда капремонта приехали в Сургут, где участников «Зеленого марафона» было больше всего. Разместились они поближе к пункту регистрации, чтобы каждый участник мог их увидеть. Реакция сургутян не заставила себя ждать. Для многих возможность отказа от бумажных квитанций стала неожиданностью. Люди очень хорошо идут, понимают и обращают внимание на это. Как я уже и сказал, акция прежде всего экологическая, «Зеленый же марафон». Люди обращают внимание и действительно отписываются. Они мне очень помогли, полностью показали, как это сделать. Это заняло буквально 30 секунд, и теперь квитанции мне будут приходить по электронной почте. На самом деле это сервис достаточно новый, и нет, не думала, что можно оплачивать и получать безбумажные квитанции. Поэтому для меня это открытие, и я с радостью подключилась. Как говорят в Югорском фонде капремонта, сервис по подключению электронной квитанции разработан совместно со Сбербанком. И не только из-за требований современности, но и для спасения окружающей среды. По расчетам специалистов, только за месяц фонд рассылает по округу более 380 тысяч бумажных квитанций. А это примерно 47 деревьев, в год более полутысячи. И чем больше людей подключат электронные квитанции, тем меньше деревьев будут гибнуть.